всем привет ребятки с вами я влад семёнов и я решил записать такое видео я хочу разговаривать с камерой вот записывать свое состояние хочется просто выговариваться камере самому себе не знаю давай рерсик устрой asmr я сажусь краситься стараюсь быть немного веселее чтобы вам не так скучно было смотреть я крашусь не так сильно не так много обычно я просто тушь кисточку кисточку тональный крем тональник гель для гель для бровей бьюти-бом пудра такой румяна такие яркие клизму вот этот вот я не знаю что-то румяна или нет мне плохо палетка такая яркая неоновая но немного консилера спонжик спонжик еще вот кисточку еще я пользуюсь фито бальзамом для волос чтобы он так и называется крымский травник чтобы были кудряшки милые он не смывается ну теперь надо его смывать просто так нахуярю вот так я наношу тон под глаза потому что у меня глаза охуевший черный по сравнению с другим ну вот с цветом кожи наябле вот эти вот синяки вечные я не пользуюсь консилером особо таки я красился в мае я красил все ебло тоном каждый день потому что мне не нравился цвет моей кожи знаете частично лицо а не целиком где у меня какие-то покраснения туда вот нахуяриваю я выпью на что вам не сказала жизнь когда кому-то больно кому-то заебись рэп сир и нахуяриваю тушью видите уже взгляд лисий лисий взгляд хитрый взгляд пидораски такой легкий блядь рарсик очень любит смотреть когда я крашусь я иногда задаюсь вопросом не гомофобен ли он потому что он смотрит с очень презрительным взглядом вот блядь куда полез сука да я гей ты чё сел туда жужжать мне на камеру вот и все вот макияж готов а нет хочу еще сегодня немножечко сегодня немножечко эйфория блять получилось эйфория новый персонаж эйфория млад рэпсик ну-ка долпас ёбам быстренькая рэпсик рэпсик что за поведение объясните мне это не это не поведение кота суки он в нее он кусает меня ты обалдел че ди хомофобия наебошел хуйни и думать что типа крутой самый а вот очки эти очки теперь я все вижу блять я слежу за тобой сукин сын кого мне сейчас есть знаете каждый день просыпаюсь тупо смысле о том ну ладно сегодня я еще поживу а завтра посмотрим все вокруг настолько серое настолько скучно и мне даже заняться нечем я просто сижу дома я просто хочу лечь на кровати лежать и даже не думать что потому что мне постоянно лезут какие-то мысли в голову тупые несуразные с которыми я начинаю спорить и не знаю тупо вот скучно реально скучно я вот сейчас понимаю что я уехал из дома да я живу в москве я практически не общаюсь с родителями но я понимаю что ну я уже нахер никого не нужен ну не родителям то есть мне некуда податься даже ну просто там не знаю приехать там как как будто к родителям они мне уже не родители они просто но друзья мне вот тупо не с кем просто поговорить ну нет такого человека с которым я бы мог разделить что-то ну поговорить душевно это этим человеком было конечно же алена но и не знаю что с ней сейчас она приходит ко мне только когда и что-то нужно и все я очень давно не веселился просто не чувствовал себя по-настоящему живым и по-настоящему не смеялся я не знаю кто я я не понимаю кто я я очень сильно устал от себя очень сильно устал от себя и вот и не знаю но просто вот знаете у меня такое ощущение вот как будто бы я просто в пространстве ну нахожусь в пустом месте и я как будто бы пустота я ничего из себя не представляю я просто ноль то есть и выше нуля уже не будет я скатился до нуля поэтому мне просто страшно представить что будет через год я живу одни одним днем когда у меня навязчивые мысли очень про смерть я просто с начинаю с ними спорить и выигрываю тем что я еще ведь не знаю что будет завтра вдруг завтра мне будет лучше вдруг завтра все изменится вдруг завтра наступит светлый хороший прекрасный день но в глубине души я понимаю что ну ничего уже лучше и не будет потому что все что у меня было я уже потерял я вспоминаю себя в прошлом году я помню каким я был оптимистом ну таким дитем 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 а сейчас я очень закрылся я никому не доверяю а если доверяю то люди меня предают сразу же не могу найти сейчас того человека который бы сделал бы меня счастливым люди твердят мне пей таблетки иди к психотерапевту я просто ну я тупо не хочу ну я хочу разобраться во всем сам ведь я не всегда же смогу ходить к психотерапевту поэтому я просто хочу помочь сам себе а не так чтобы кто-то помог мне и вообще не люблю когда люди пытаются мне помочь то есть я всегда говорю что все хорошо просто из-за того чтобы ну не навязываться другому человеку я сейчас читаю этот роман или 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 страдцу блять вы поняли который мне подарила подписчица и он очень 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 интересный этот роман заставляет меня задумываться хотел бы ли я жить в мире где правят диктаторы и где любовь запрещена ну считай у меня моя любовь и так запрещена ну рерсик блять вообще я так сильно хочу очень сильно хочу прям смеяться прям пиздец вот чтобы до усачки смеяться как я смеялся раньше и очень сильно давно этого не испытывал прям чтобы ну чтобы я смеялся прямо не смешно было всегда смеюсь просто чтобы не обидеть человека вот это вот наигранность вот это как рупол смеется вот у себя в сезонах вот так вот все из себя уже выдавливаю на полную мощность хуй знает блять пошла вся эта жизнь нахуй просто нахуй блять я завтра повешусь мне блять как меня все захипало я блять больше не хочу вообще связываться с этой блогерской ебучей деятельностью блять блокирует аккаунт с полмиллионом в инстаграме блокирует два аккаунта почти 2 миллиона тег токи каждый день задаюсь одним и тем же ебучим вопросом что мне делать дальше а и Продолжение следует...